Здравствуйте! Кто-то только-только решил заняться садоводством и вскапывает впервые свой дачный участок, а кто-то решил немножко его расширить и тоже ему приходится поднимать целину. Как поднять эту самую целину без особого ущерба для своего здоровья? С этими вопросами мы сегодня обращаемся к Наталье Рогачевой. Наталья, наверняка у вас, как у знаменитого дачника, уже есть какие-то секреты. Как вот не сломаться на этой тяжелой работе? Да, целина эта штука, конечно, тяжелая. Но один из вариантов, кто не торопится все-таки обустроиться на целине, можно ранней весной вынести на эту часть участка старый линолеум. Осенью его убрать, и вы увидите, что трава, которая была закрыта старым линолеумом, она вся перепрела, и земля рыхлая, и хорошая, и в которую можно на следующий год уже высаживать растения, которые захотите посадить на своем участке. И по осени мы еще туда сидираты посадим, да? Можно и такой, да, посеять сидираты, а весной это все перекопать еще раз. Но вот у меня другой вариант. Была целина, надо бы расшириться, а времени не терпит. То есть мне надо вот сейчас. Да, осени ждать не будет. Да, хочется очень посадить капусту. И как все знают, среди капусты многие любят высаживать помидоры, которые считаются, что томат отпугивает лишних насекомых от пожирателей капусты. Так вот, что мы сделали? Мы вспахали трактором целину, накрыли грядки плотным картоном, а поверх картона настелили укрывной материал. Без разницы, плотный или тонкий. Можно в несколько слоев, старый, ненужный, который уже переработан и использован был неоднократно на наших участках. Что же теперь делать? Это нам дает то, что лишняя трава сквозь плотный картон, она не будет стремиться вверх. А как посадить растения? Для этого вот мы взяли с вами помидоры, нож, лопатку и шпильки. Заранее шпильками прикрепили картон к участку, чтобы у нас не сдуло ни картон, ни укрывной материал. И дополнительно сейчас будем делать прорези для посадки помидоров. Помидоры у меня будут расти в центре гряды, а по краям будет высажена с временем капуста. А картон защитит от сорняков до будущего. Мы с вами делаем надрезы. Если нет толстого картона, можно сделать несколько слоев, да, более тонкий картон? Конечно, можно старые газеты вынести, журналы, то есть можно много всего-всего. Просто большие листы картона, они легче укладываются и меньше занимают времени. Мы сделали крестообразный надрез. Примерно он у нас с вами 40 сантиметров. Теперь вот эти лишние уши нам надо будет загнуть. Загибаем мы вовнутрь. Вы не будете обрезать. Нет, 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 зачем? Мы загибаем это вовнутрь наших окошечек. Чтобы закрепить, протыкаем дополнительными шпильками. И освобождаем часть земли. Да, освобождаем, делаем окошечки, в которые будем высаживать помидоры. Понятно, что деревянные шпильки, они мало служат и очень плохо протыкают. Многие пришли к тому, что любят использовать старые ненужные электроды. А у меня есть вот такие шпильки. Я думаю, что вязальные спицы, кстати, подойдут, да, металлические? Да, кому не жалко, можно и спицы мило использовать. Вот у нас получилось окно для посадки помидоров. Особо никакой специальной земли я сейчас сюда добавлять не буду. Я сделаю это со временем. Вот из этого окошечка выберу самые большие некрасивые корни, чтобы они не глушили наши помидоры. Так. Возьмем помидор. Помидор у меня взят, который для открытого грунта, не для тепличной посадки. Он невысокий, обильно цветет и плодоносит мелкими гроздьями красных плодов. Вот мы его с вами выставили. Сейчас мы его по-хорошему польем. А мы его так и оставим на поле, ничем не будем защищать. Если это делать в пасмурную погоду, то ожогов не будет, и поэтому помидор хорошо и приживется. Но я на первое время прикрою их 5-литровыми банками из-под воды, у которых отрезана одна часть, и прикрою. Ну так, ну довольно часто мы уезжаем на всю неделю. Можно ли на неделю оставить под вот этой 5-литровой банкой? Очень важный вопрос. И не только помидор, но и другие растения, которые мы хотим защитить. Можно у банки отрезать дно, а крышку у банки снять, открутить, поэтому будет у нас помидор дышать и не задохнется. То есть он лучше открутить крышечку. Да. Ну вот видите, вот нам с вами вот этот плотный картон и укрытой материал дает что? Что очень хорошо сохраняет влагу. Сохраняет влагу. Да, на этом поле. Даже в самую засушливую погоду. И поливать можно будет как можно немного, нечасто. Наташа, я вижу вот у вас замечательное растение бадан, которое я так люблю в чай заваривать. Но почему-то вот оно у вас в тени, а я посадила на солнце. Я что-то не так сделала. Нет, вы все сделали правильно. Просто бадан это такое универсальное растение, которое хорошо себя чувствует и в тени, и на солнце. А обратите внимание, что рядом сосна, а многие боятся под соснами что-либо высаживать, точно так же, как и под березами. Бадан – растение, которое может расти рядом с высокими деревьями и ни в чем себе не отказывать в своей красоте. Вот он сейчас цветет, очень красив своим зеленым жирным листом, который из зимы вышел, да, вечно зеленый. Но вот этот бадан, сорт называется бэби-дол. А есть ведь и разные сорта. Есть еще другие сорта бадана, да? Да. Давайте посмотрим. У вас они тоже растут на участке. Давайте посмотрим. Вот посмотрите, этот бадан у меня сидит на солнце. Но не потому, что он требователен к солнечному освещению, нет. Потому что мне захотелось его сюда высадить, в этот цветник. Наташа, а ему не опасны яркие солнечные лучи, получается, да? Нет, он не боится ярких солнечных лучей. И вообще бадан очень широко используется на западе, в озеленении городов. Представляете, у нас однолетние растения широко, а бадан вот там вот представлен во всей своей красе. Весной он радует своим обильным цветением, а все лето поддерживает зелень, зеленью, красоту городов. Очень красиво цветет. И главное, он же очень полезный. Давайте напомним, в каком состоянии нужно собирать листья. Я знаю, тут тоже какая-то своя хитрость есть. Да, у бадана листья считаются вечно зелеными, но из зимы старые перезимовавшие листья выходят темно-красными. Вот их собирают, моют, сушат и потом заваривают чай. В простонародье он называется монгольский чай, потому что обладает множеством полезных средств. Вот, а посмотрите, этот сорт какой яркий, да? Отличается от того baby doll, который небольшой и нежно-розовый. У этого сочные яркие цветки. И соцветия выстрелили вверх высокими цветоносами, да? Очень красиво, да. Да, этот сорт называется эройка. Музыка